Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Квилон ПРО. В этом видео я хочу рассказать о том, с чего следует начать, если вы собрались делать систему отопления вашего дома или квартиры, какие первые шаги должны быть обязательно, для того, чтобы система отопления работала правильно, комфортно и экономно. Итак, у вас есть проект вашего будущего дома, или вы уже построили коробку, застеклились, или вы купили квартиру, в которой вы хотите переделать систему отопления под ваши нужды, дизайн или какие-то предпочтения с точки зрения комфорта. Итак, в самую первую очередь, когда мы задумались о системе отопления, нам нужно узнать, сколько энергии потребует наш дом, квартира или здание для того, чтобы нам было в нем комфортно. Напишите в комментариях, на каком этапе вы задумались о том, какая система отопления вам нужна. Для того, чтобы узнать, сколько потребуется тепла для того, чтобы нам было комфортно в доме, нужно сделать расчет теплопотерь и теплопоступлений при самой низкой температуре в вашем регионе и комфортной температуре в доме. Если этого не сделать и сразу обратиться к сантехникам, которые будут монтировать систему отопления в уже построенном доме, то будет приблизительно следующее. Система отопления будет спроектирована и смонтирована или с запасом, который отразится на стоимости оборудования, или наоборот, в пиковые морозы будет недогрев помещений, вы будете мерзнуть и думать, что с этим делать. И еще одно. Сантехники, которые пришли в уже построенный дом, никоим образом не могут повлиять на снижение теплопотерь самого здания. Поэтому расчет теплопотерь делается на самой ранней стадии, когда вы можете повлиять на выбор толщины утепления, типы конструкции и так далее. Если вы знакомы с основами теплотехники, то расчет теплопотерь можно сделать самостоятельно. Зная площади и типы конструкции, зная сопротивление теплопередачи каждого элемента, типы окон и остекления, можно посчитать моментальные теплопотери при минимальной температуре зимой и оптимальной внутри помещений с помощью программных продуктов, которые есть в интернете, и вывести цифру максимальных теплопотерь, на которую будете ориентироваться. Для точного расчета теплопотерей и теплопоступлений в своих проектах мы используем программу планирования пассивных домов. В ней детально рассчитываются все конструкции, их площади, ориентация по сторонам света, мостики холода, теплопотерей и теплопоступлений через окна и так далее. И мы получаем точную цифру, которая соответствует нашему региону, и на нее уже ориентируемся при выборе отопительного оборудования и системы отопления. Также после расчета мы получаем помесячное энергопотребление для отопления, охлаждения, знаем цифры энергобаланса всего здания. И можем принять решения на стадии проектирования, которые позволят сделать дом более энергетически независимым, сбалансировать и найти узкие места в конструктивных решениях. И на самой ранней стадии внести корректировки, которые в дальнейшем нам сэкономят средства. Точнее не нам, а тому человеку, который будет жить в этом доме. Если вы хотите получить полный отчет и энергоаудит вашего дома, вы можете заказать его у нас. Ссылка, например, будет в описании. Также задавайте ваши вопросы в комментариях, мы с радостью на них ответим. Зная эти цифры, мы можем теперь осознанно выбирать, стоит ли нам проводить газ на участок. Или мы можем отапливаться электричеством, добавив утеплитель на фасады или кровлю. Или нам комфортно будет отапливаться с помощью дров или пилетного котла. Зная точные цифры теплопотерь, мы можем комбинировать типы отопительного оборудования оптимальным образом. Поэтому всем советую на этом этапе не экономить. Особенно, если вы только закончили проектировать дом, и еще его не построили. Ведь если дом уже построен, утеплен, оштукатурен, крыша уже зашита, то уменьшить теплопотери дома зачастую бывает очень дорого и сложно. Особенно это касается домов, которые планируются или уже обложены облицовочным крипичом. Иногда, увеличив степень утепленности дома, мы можем очень сильно снизить стоимость и применяемого оборудования, и инженерных работ по подключению коммуникаций. Объясню на примере. Мы недавно проводили теплоаудит дома, который до 2016 года отапливался газом, и все было нормально, комфортно. Заказчика стоимость отопления дома устраивала. После того, как резко тариф на газ вырос, человек начал задумываться о том, как сэкономить средства. И решил поставить дополнительно газовому котлу твердотопливный котел. Поработав сезон кочегаром, он понял, что ему это не нравится. Он хочет иметь систему более комфортную и простую в эксплуатации. Поэтому после твердотопливного котла был приобретен тепловой насос, воздух-вода и интегрирован в систему. Система стала более энергоэффективной, комфортной в эксплуатации, но возникла другая проблема. Недогрев второго этажа. Так как на первом этаже установлены в качестве системы отопления теплые полы, второй этаж отапливается с помощью радиатора. Соответственно, температура теплоносителя упала и на второй этаж энергии уже не хватает. А казалось бы, продумай это заранее и предусмотри радиаторы большей площади для меньшей температуры теплоносителя. И немножко больше утепли дом, ты сразу выиграешь по всем параметрам. Если заказчик хочет, то на стадии проектирования мы можем делать детальный энергоаудит проекта, который учитывает и степень утепленности дома в базовом проекте, а также мы рассчитываем степени окупаемости и NPV увеличение пирогов утепления. То есть мы считаем, что нам выгоднее, когда окупится та дельта, которую мы закладываем в большую толщину утеплителя. Также мы считаем, какое оборудование использовать выгоднее то ли тепловой насос, то ли твердотопливный котел, учитывая и стоимость оборудования, и стоимость монтажных работ, и после того, как мы делаем этот энергоаудит, мы уже принимаем решение, какую систему отопления оптимально использовать в данном конкретном проекте. И затратив небольшое количество времени и не тратя совершенно денег на покупку оборудования, монтажные работы, и все остальное, мы уже знаем, как нам подойти к вопросу максимально экономно. Ведь в каждом доме есть свои тонкости, свои нюансы. Например, если у нас есть достаточно большие мощности подключения электрики, это одно. Если мы живем или строим дом в дачном кооперативе со слабой сетью электрической, это другое. Если у нас есть дешевый газ, это одно. Если до газа нужно копать километры и прокладывать трассу, это второе. Поэтому каждый случай индивидуален, и для каждого случая есть оптимальные решения, которые начинаются с проведения детального теплоаудита. и расчетов теплопотерей, теплопоступлений того дома, который или построен, или только проектируется. Чем раньше мы сделаем такой расчет? Делать его, я считаю, нужно после того, как вы определились с архитектурой на стадии проектирования, когда известно, как будет дом стоять на участке, как он расположен по сторонам света, какие площади фасадов и площади окон уже имеются. Тогда можно, сделав детальный энергоаудит, принять конструктивные решения, которые максимально энергоэффективные. Если вы задумались о строительстве своего дома, то следует помнить то, что стоимость строительства коробки дома даже с отделкой до переезда это одно, а затраты на эксплуатацию дома, на отопление, кондиционирование, охлаждение, горячую воду и все бытовые нужды, это другое. И за срок службы дома, а это 50-60 лет, стоимость эксплуатационных затрат больше, чем стоимость строительства самого здания. Поэтому чем лучше и тщательнее мы отнесемся к вопросу проектирования на ранней стадии, тем меньше дом будет потреблять и считаете вложение в энергоэффективность дома это те пенсионные накопления, которые можно сделать на этапе строительства дома. Ведь сэкономленное значит заработанное. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях, мы на них охотно отвечаем и до встречи в следующих видео. в следующих видео. Продолжение следует...